Всем привет! Это проект Люди равно Балакова, который посвящен предстоящему юбилею нашего города. Наверное, мало кто может похвастаться тем, что в его трудовой книжке всего одна запись, потому что человеку свойственно сомневаться и искать лучшего. Но заместитель главного врача городской больницы Елена Кочетова уверена, ее место здесь, в больничном городке, ведь то лучшее, к чему все стремятся, она создает. У Елены Кочетовой не минуты свободного времени. Пациенты документы, сотрудники требуют очень много внимания. Елена Алексеевна не любит громкие слова, поэтому никого не убеждает, что медицина – это смысл ее жизни. Лечить людей и организовать работу больницы для нее – это обязанности, которые она выполняет, она отлично. Это просто каждодневная работа, даже можно сказать круглосуточная. Мы все время на телефонах, мы всегда готовы помочь нашему персоналу, дежурным бригадам принять какое-то решение. Поэтому это работа. Недавно Елене Алексеевне присвоили почетное звание «Заслуженный работник здравоохранения Российской Федерации». Это результат ее работы в горбольнице, которой она отдала 34 года. Потомственный медик она даже после школы точно знала, куда пойти учиться. Это были 80-е годы, и тогда все, кто поступал в институт, считали большим счастьем, что он поступил. И вопросов по окончании института, идти работать или нет, в основном ни у кого не стоял. После окончания медвуза Елена по распределению приехала в Балаково, где и осталась. До сих пор медик помнит, что ее поразило в первые дни работы в городской больнице. Необычайно был подготовленный сестринский коллектив, сестринский и младший медицинский персонал, настолько требовательный, настолько исполнительный. И молодой терапевт начала учиться, но уже не у преподавателей, а у своих коллег. Елена Алексеевна перенимала опыт и получала новые знания. Эта тяга к самосовершенствованию принесла свои результаты. У Елены Кочетовой сейчас три сертификата по специальностям ультразвуковая диагностика, терапия и организация здравоохранения. В горбольнице она организатор, а как врач работает в частном медицинском центре. Елена Алексеевна говорит, работа терапевта в частном центре для нее – это своеобразная тренировка ума. Мол, нельзя организовывать работу медучреждения и при этом быть оторванным от практической деятельности. При этом она не делает различий между частной клиникой и государственной. Нужно учитывать и особенности течения болезни, и возможности пациента, поэтому для меня разницы нет. Опыт и особое отношение к работе – это те качества, которые позволили Елене Кочетовой выйти на передовую в борьбе с коронавирусом. Новая и неизученная болезнь в 2020-м испугала многих, но Елена Алексеевна восприняла ее как вызов и в кратчайшие сроки организовала работу одного из крупнейших коронагоспиталей в регионе. Одновременно необходимо было закупить новое оборудование, запустить лаборатории, обучить персонал, да что уж говорить, даже обычных перчаток и медицинской одежды тогда не хватало. На помощь приходили предприятия, например, кислородную станцию и кислородопровод запускали при помощи металлургического завода Балакова, и это спасло жизни многим пациентам. Сейчас, кажется, ковид уходит в прошлое, а два года назад врачи буквально падали без сил после смены в отделении. Мы работали, будем так говорить, по законам военного времени, что это нужно было делать. Основная сложность и трудность была массовость поступления тяжелых больных. То есть поступали сразу много и сразу тяжелые, которые необходимо было обеспечить кислородной поддержкой. Находясь в госпитале, экипированной в соответствующие костюмы, я поднималась по этажам и буквально каждый день видела, как открывались новые отделения. То есть у нас поступало более 60-70 человек в сутки. В госпитале удалось даже организовать операционные блоки, где дежурили врачи-хирурги. В сложнейших условиях красной зоны они проводили экстренные операции. Это животы, это грудная клетка, это сосудистые проблемы, это у пациента с тромбоэмболическими осложнениями. Елена Алексеевна уверена, сейчас лечить гораздо проще не то, что 30 лет назад, когда не было ни УЗИ-аппаратов, ни МРТ, ни КТ-обследований. Сегодня пациенты могут получать консультации онлайн. В больнице есть все необходимое высокотехнологичное оборудование. Пожелание одно – чтобы подрастала смена таких же врачей, для которых медицина – не просто слова, а работа, которую надо выполнять на 100%.